Как бороться с привычкой, уметь как-то прерывать, как бороться. Бороться с привычкой взять и чтобы ее не было, это очень тяжело и практически невозможно в некоторых случаях. Как бороться? Оставляю внутренний и внешний триггер. Допустим, у меня привычка крыть ногти. Внутренний триггер, у меня это пример, да? Внутренний триггер, да, это, может быть, скука. Внешний, я чувствую зуд, это уллюзор, на самом деле ничего не зужжить, но я уже чувствую. Или у меня рука тянется. И как отучили одну девушку, когда там трехолонг села. Ей говорят, типа, ну это жестко слишком. Я говорю, как только ты осознала, да, что у тебя триггер это зуд, вместо того, чтобы погрызть, делай другое действие. Я не знаю, мячик набивай, да, там, что-нибудь другое. Тоже удобное, простое. Вот прям через усилие воли. Через 20-30 дней грызть перестанешь. И будет менее пагубная привычка какая-то, я не знаю. Суть в том, что это принцип психотерапии, да? Оставляются все пункты, привычки, триггеры, вознаграждение. Триггер, вознаграждение, инвестиции. Ну да, привычки инвестиции, как правило, не бывают, это автоматическое действие. А само действие, action, оно подменяется. Это, если вы хотите свои привычки изменить. Это работает, за это много денег берут программно. Вот научим привычки создавать себе, там, я знаю, генерал какой-то учит в Москве. Вот, примитивная модель, просто тренируйте ее. Минимальная сила в годе, чтобы прошло, там, 20 дней, и у вас будет другая привычка. Другая привычка, если привычка невозможна, сразу скажу. 90 ваших действий — это автоматизм. Автоматизм определяет успех, потребителям в том числе. Менять автоматизм невозможно. Если вы знаете привычку поведения у людей, пойти против нее, это значит загубить проект. Ни в коем случае. Если вы знаете, что так люди себя ведут, а для вашего комфорта вы хотите, чтобы люди вели себя по-другому, и вы пытаетесь бороться с этим, ничего не будет, ничего. Просто вас выкинут из жизни. Ваш бренд, вашу компанию. Не работает однозначно миллион примеров, не буду на это отвлекаться. Визуально я просто разговариваю, да, веду? Да, сейчас я вам расскажу. По поводу привычки еще интересный кейс. Ну, вернее, по поводу поведения, в целом, хочу вам сказать. Вам интересно, кто будет ивенты устраивать, крупные. Есть один специалист, который консультировал США по конфликтам, по решению конфликтов в Брежнем Востоке. Суть была в том, что люди собирались против США, в Ираке, да, выступают против мирного собрания. Мирное собрание не запрещают. И в какой-то момент начинают хулиганиться, там, что-то все рушить. И думают, ну как без жертвы с этим бороться? И позвали консультанта, и он понаблюдал, что происходит, и говорит, а уберите-ка с площади всех лоточников с водой и с едой. Убрали, сто раз такая, пришли люди. Значит, мирный митинг, вроде там начинают их заводить. Они голодные, они голодные пить хотят. И какие бы ни были высшие цели политические, если ты конкретно хочешь пить и понимаешь, что захват сейчас этого посольства, домой еще чуть-чуть воды не даст, и еды, ты это не будешь делать. И люди начали расходиться. Все пошли в кафе. Дальше далеко, закрылись, а вот очень надо домой ехать. Все, простейшее решение. Это как вопрос триггера. Это карта. Давайте так, с проблем начнем. У вас у всех есть проблема среднего чеха. У вас у всех есть якорная услуга, которую все покупают, и вы все мечтаете, чтобы к ней покупали еще кучу того, что вы хотите, а потребитель не хочет. Мы тоже, все концерты. И как мы с этим боролись? Стандарты. Социальные стандарты. Когда человеку... Прогалочку найду. Социальные стандарты, когда люди видят, что массовое поведение других такое-то, то они сами формируют. Я об этом уже говорил. И подстраиваются на это поведение. И мы просто выдали, значит, карту застрахованности. Это у вас может быть карта за кондитованность. Это может быть количество подключенных услуг, не просто пользоваться связью, а там еще защита от взлома и иных знаков услуги. Есть там множество. Да, множество. И вы выдаете ему вот это средний набор потребителя. Это может быть неправда. Даже можете не обманывать, что сейчас так. Скажите, что вот это норма. Да, вот мы, Билайн, считаем, что это норма. Да, вот мы назвали банка, забыл. Вот это норма. И дайте ему визуальное подтверждение этого. В нашем случае это карта застрахованности. Она выглядела как... Ну, она удобная, если бы это было, смотрю, как удобнее, ну, вот это да. То есть все серое. Вот ее надо заполнить, что заклеить. Что-то заклеишь, стыки получаешь, и так далее. Но все в том, что ты наглядно видишь, что вот это хорошо. Плюс вы, как вы уже знаем, дали ему предзаполненную ее. То есть он получает ее уже вовлеченный в клуб 99. Ему надо уже заполнить, дальше хочется. И такой простой элемент, как вот накопление, это отлично сейчас делается все через приложение. Это очень красиво можно сделать через неполный функционал. Ты дополучишь все продукты, тебе откроется функционал. Через дизайн. Ты хочешь, чтобы тебе были там эмодзи прикольные, там кнопочки прикольные, расположение удобное. Это тоже следующий уровень. Это и генификация, это и накопление, это и социальный стандарт. То есть все эти инструменты, их можно собирать в мозаику. И когда мы это сделали, это тоже был бум. Люди поняли, что оказывается, одно каско это, как они думали раньше, у меня есть каско, я пользуюсь страховыми услугами. А с первым словом у меня есть каско, это только 20% от нормального поведения. А мы и назначили, назвали ее нормально. Но кто еще? Крупная страховая компания для нас это нормально. Работает. Работает, каждый используется для себя. Естественно, это было с бумажкой. Вам уже надо, сейчас уже с бумажкой не прокатиться, нам уже все надо делать цифровое, чтобы быстро могли моделировать. Средний чек, чтобы в два раза увеличился, то есть объявление на процессе прокапливать. Чем хороша реклама? Реклама формирует самое главное по мне, важное действие, это знакомство, узнаваемость. Самая мощная штука. Почему узнаваемость так важна? Доверие. Доверие. Да, все правильно. Просто незнакомые можете убить. Вот так нас может думать. Незнакомые можете убить. Если я съешь ябл, которые не знаю, я могу умереть. Он так миллион лет опять выживал. Если интересно, озадачитесь и изучите эволюционную психологию. Все, многие ответы там. Они, конечно, не привязаны к маркетингу, как я это даю, да, но там можно обязательно брать. Когда ты знаешь, что это ягода, тебя не убьют, она кормит еще. Все, ты перейти на другую ягоду очень тяжело, это опять можешь рисковать жизнь. Все, что мы видим, и сколько людей погибло, узнав, что это съедобно. Это называется эффект простого знакомства. Видя две вещи, одну знаешь, другу не знаешь, автоматически то, что знаешь, считаешь лучше. Все. Это на этом все работает. Я сам как потребитель тоже других учу, что на это не вестись. Сейчас не умрешь уже, попробовав что-то другое, да? Но это не работает. Люди, сколько я им не говорю, там в телевидении все это не работает. Люди все равно ведутся на то, что знают. Конечно, через рекламу самый простой способ это бренд-аверинс делать и доверие пользователей. Но есть другой способ, более хитрый. Когда выводишь новинку, можно приучать человека к этой новинке долгим путем, устраивая это доверие. А можешь сослаться на что-то знакомое. Это самый лучший способ что-то объяснять. Вы, наверное, уже видели, что когда вы хотите человеку что-то новое объяснить, вы ссылаетесь на то, что он знает. И это, когда вы выпускаете инновационный продукт какой-то, обязательно его сравниваете с чем, что человек знает. Инновации люди любят. Но люди любят, как хорошая фраза была сказана, то же самое, но другое. Это в кино особенно работает. Скажешь, вот суперновый, необычный какой-то фильм, никто не пойдет. Скажешь, вот этот смотрят, вот этот такой, только круче. Пойдут все. а скажешь, что эдиктор у вас на то же самое, никто не пойдет. То есть, то же самое, но чуть другое. Это логика всех инноваций и всего запуска новых вещей. Мы это сделали таким образом, как пример, в нейминге это можно использовать. Допустим, никто не покупает стартование квартир. Это новый вид, они не узнают, как это работает. И мы просто на аналогии с автострахованием, которое у всех есть, на слабо как минимум у всех, как значимое проникновение. Просто начали использовать те же понятия, для того, чтобы объяснить новый продукт. Очень хорошо работает тоже, всем вам полезно. В кассе для квартиры, а сами для квартиры. Все. Понятно? Более-менее выстраиваются впечатления, что куда я. Одной фразой. Уф. Все кейсы, я потом вам их раскрою, они делятся на три части. Первое, это для продуктов, второе, для бизнес-процессов, третье, для коммуникации. В принципе, это удобное деление для имплементации знаний поведенческой экономики внутри компании. И, в принципе, знания поведенческой экономики тоже можно подразделить то, что я могу использовать для product development, то, что я могу использовать для строения моделей продаж обслуживания и то, что я могу использовать для коммуникации. Давайте, какие-нибудь вопросы. Сужу эту, я думаю, вижу. У меня вопрос про Кока-Толю, Арсен. Например? Про Кока-Толю. Все знают Кока-Толю уже 70 лет, наверное, и внешние, и внутренние триггеры, и вкус, и запах, и эмоциональная состав, и часть, но все-таки у Кока-Коли более-более многобюджетная компания по рекламу. Они сами говорят, что стоит приобретать определенную компанию и продажи в подобных несколько раз. Чем мне это объясняется? Не надо никому объяснять и знакомить, что это такое. Потому что это разные. Это не разные. Сейчас пример приведу очень интересный. Эмпирическая задачка. Если ее решить, это будет ответ на ваш вопрос. Пляж. На нем лежат загорающие в одинаковые последствия. Два мороженщика. У них один в одинаковые с